В этом эпизоде Инскрипшн Игра дает мне ценный совет Не сглупи! Ты заткнись И я создаю самую сильную карту Сэм хай! С вами Южин и сегодня мы продолжаем с вами играть в Инскрипшн Наша задача это просто дойти до конца убить всех боссов, это легко мы это уже с вами два раза делали осталось сделать в последний раз возможно это будет завершение игры, я не знаю если так, то тебе хана тебе хана, чувак, хана ты не представляешь, какая тебе сильная хана зажигаем зажигаем, все, все, все все, 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 все здесь у нас должны быть гадюка и белка гадюка и белка так, часы, а, все, открыты все, хорошо, часы больше не нужно будет открывать итак, гадюка и белка наша колода какая у нас? окей только одни сюжетные, получается, карты в колоде ну, лягушка еще, можно так стоит ли прям так целенаправленно бежать за гадюкой или мы ее потом случайно найдем надо подумать дикобраз наносит урон давайте дикобраза возьмем это хорошая штука здесь у нас костер мы попробуем сейчас усилить давайте что, плюс два? я бы дикобраза дикобраза на самом деле бы усилил потому что у него теперь, видите, четыре его будет четыре раза нужно будет его ударить прежде чем убить и он так, что-то я заплетается язык уже поздний вечер я не мог играть в эту игру сегодня вот все ждал момента, когда на кейс сяду и снова здравствуй ага тебе не повезло а, тебе повезло вот это была оговорочка я как будто бы предчувствую, что мне не повезет но так нельзя, так не бывает альфа хорошо у нас жаба в колоде в первую очередь нам нужно убить будет вот эту птицу а чем нам убивать ее? только вот только горностай на это способен давайте поставим белку ну какой способен? ничего он не способен он просто два раза придется ударить сюда перестань перестань своим пессимизмом своей неуверенностью в себе нам нужно будет просто еще одну белочку пожертвовать ой, блин! ой, 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 извиняюсь просто простите ради бога у нас же волк он стоит одну я не заметил ладно, давайте белку воспользуемся белкой поставим сюда его сразу не будем рисковать нам еще идти ой, смотрите нас же два теперь так, боже, боже, про такой смешной давайте возьмем тут жабу да и мы поставим вот сюда есть все всех убиваем кроме птицы ну ничего страшного в целом нам даже нет смысла на самом деле нет смысла жабу ставить пока он будет эту пихту дубасить сейчас мы быстренько все сделаем так, кто у нас здесь есть? дикобраз короче, забили все троечку зубов заработали ничего-ничего внимательность включаем я думаю почему-то у меня предчувствует что мы все-таки победим блин ой, как здорово не фортануло стоит два но у него, видите он еще будет усиливаться с другой стороны есть гриф индейка который мне всегда очень нравился и он может атаковать сразу игрока давайте еще посмотрим что гадюка слушайте это прекрасно мы сможем открыть тот сейф ту картину и гадюка же по идее когда она так тихо-тихо-тихо гадюка когда она бьет типа она просто наносит урон и убивает сразу хорошая карта блин, конечно значит у нас усиливается здесь хп можно этому волку усилить а можно гадюке чтобы она как следует попортила вражеские ряды да, это отличная идея на самом деле плюс 3 у нее теперь будут я предчувствую что не нужно больше брать главное не торопиться как вы писали и кстати да я вот сейчас я знаю я помню я помню я вспомнил что в предыдущем выпуске ураборос у меня был и я уткаюсь я не заметил не обратил внимания на надпись что он с каждой смертью усиливается а когда я один раз его убил я не заметил что он реально усилился и я потом я вот потом скормил к сожалению по ошибке на жертвенном алтаре не знал что это сработает вот так и думал он вернется потому что при пожертвовании его вот здесь на игровом поле он возвращался в общем у меня в принципе логичная мысль но я не заметил эту штуку а это очень важная вещь что он усиливается если я выиграю у Робороса то я так выиграю так что у нас белка значит он будет бить сюда раз-два а нам нужно будет его гасить жалко не можем поставить сейчас нашего нашего клопа вонючку сколько у нас у горностая три ну так-то он будет наносить урон давайте здесь оставим на защиту что он такой снова на доске хоп прекрати и он еще ушел хорошо 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 теперь жаба два сейчас мы поставим сюда жабу оборонительное у нас мы сразу два урона нанесем и ставим сразу вонючку которая уберет с него урон вообще хоп-хоп-хоп опа олень так вот теперь он нанесет урон давайте смотреть что у нас есть гадюка гадюка два гадюка гадюка а гадюка должна быть слева в колоде по-моему должна быть слева у меня есть идея давайте пока оставим мы сейчас сделаем это мы сейчас сделаем это так берем белку смотрите что мы сделаем мы сделаем вот так а мы так не сделаем мы так не можем же сделать белка должна нам тут стоять тогда получается что сейчас она ударит эту штуку давайте жабой пожертвуем и белкой поставим сюда гадюку и будем ждать пока будет возможность белку получить не знаю будет ли такая возможность нет не будет в этом в этом раунде не будет к сожалению нельзя вот что плохо нельзя пожертвовать ради белки картой ладно ничего страшного следующий босс я думаю у нас получится в следующем раунде литун литун или 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 вот этим вот жаба которая сможет кого кто сможет обороняться от летучих давайте волка поставим да волк пусть будет принимать жертву а жаба отдавать вкус былой славы можно было бы и свойство гадюки взять но мне не хочется лишаться этой карты сейчас ибо очень хочется приветствую ибо очень хочется нам надо с альфой будет что-то делать так это на 2 и а это на 1 бьет давайте горностая лучше поставить здесь потому что он сможет выдержать атаку не сможет выдержать атаку ведь альфа будет прибавлять ему нам нужно от альфы избавляться в первую очередь слушайте давайте в первую очередь сделаем нет да мы ставим альфу ой альфу господи вот этого волка сюда да хорош так все мы убрали теперь горностая нужно поставить сюда он сделает удар и вынесет ставим горностай допустим да он одобряет одобряет молодец хорошо от волка избавляемся смотрим следующую отлично однако мы ничего не можем сделать мы кроме как принять слушайте опасная ситуация у нас сейчас ну ладно раз четыре сейчас нанесут нас походу убьют ага так так что мы можем сделать сейчас мы можем сейчас нанести урон один белке пожертвовать горностаем наверно 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 да блин я просто я все думаю о том как бы комбинацию сделать а не как бы выиграть в первую очередь поэтому я просираю сейчас короче давайте так сделаем мне кажется я смогу сейчас хитрожопить таким вот образом мы сделаем вот так вот мы поставим гадюку я сейчас получу вот так вот и вот так вот хоп сейчас будет как раз таки победа наша и мы как раз таки сделаем то что я нет 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 ты мне испортишь мою комбинацию вот вот теперь теперь хорошо у тебя нет костей все 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 отлично теперь я побеждаю раз продолжаем хватает не хватает зато клоп вонючка все фух и не проиграл и смог что-то что-то замутить прикольное сейчас мы посмотрим что мы там открыли какой-то бонус какой-то супер мега бонус так два зуба мы получили в первую очередь пойдемте посмотрим что это дополнительная свечка конечно что-то что-то того стоило твоя настырность меня утомляет ты правда хочешь прикрыть свое мастерство этим мухляжом это кто бы говорил кто бы говорил мистер леший а когда последний босс а что там было три свечки было да и вообще все боссы по две свечки имеют кроме меня как я тогда пойму что ты достойный соперник да все уже уже все и забей хорошо возьмем новую карту чё-нибудь понтовое пожалуйста понтовое кольцевой червь надо потому что я хочу на костер его речица по дереву пожалуйста давай 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 барахольщик когда на доске появляется карта с этим символом вы можете взять из своей колоды любую карту прекрасно прекрасно есть каждая белка нам будет давать возможность рыться в своей колоде доставать чё угодно это преимущество итак главное со старателем сейчас разобраться у нас на самом деле хреновенькие карты очень о две 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 прекрасно только все равно здесь ага вот оно как интересно мы не можем использовать две жизни у нас все равно одна попытка только зато два дыма появилось что ж у гадюки три значит койота ее не убьет но мы сразу можем мула фигануть прям сразу сходу ну давайте-ка подождем смотрите у нас есть вот это и вот это мы же можем этим воспользоваться пока что да да или мы потом давайте потом этим воспользуемся можно положить гадюку нет пока нельзя положить гадюку ну вот можно сразу использовать дикобраза например оп твоим услугам хорошо мы возьмем мы возьмем волка или лучше тебя очень мало карт прям очень мало карт знаете что нужно в первую очередь надо избавляться от мула нам нужно его заполучить карту мы это сделаем чуть позже наверное поэтому давайте пока поставим нет я наверное я неправильно сделал я же дикобраза избавлюсь в итоге получается точно он же будет киркой бить господи иисусе ладно хорошо от гадюки тоже нет смысла избавляться сейчас вот там следующая гадюка так хорошо сдох кританули че у нас берем белку так чудесно возьмем тебя продолжай но я не думаю что нам стоит белкой что-то делать все давайте оставим эту комбинацию наверное так хорошо гадюка гадюка делает бобо делает бобо сильно берем сюда ставим здравствуй хорошо есть отлично прощай дикобраз и дым и две белки вот сейчас пора играть итак сейчас наберем как раз таки белок че у нас по у нас достаточно чтобы грифона поставить почему грифона называем всегда его ладно не суть мы можем бить ну ничем не бить просто просто вот так вот нам нужен мул обязательно и надо избавляться каким-то образом от собаки я бы предпочел так от собаки и от от этой гадюки тоже как-то надо избавляться чем мы можем грохнуть собаку у нас нету ни одного к сожалению ни одного существа которое способно три урона нанести так смотрим значит как назло вот здесь мул в безопасности в полной мы можем сейчас поставить жука вонючку тоже взять карту только потом взять карту окей давайте подумаем кого же поставить ё-моё нам надо нанести урон белкой короче ставим сюда собака будет на один ходить давайте поставим вот его вот так вот чёрт опять нам бы вот сейчас гадюку на самом деле ладно давайте ещё одну белку возьмём всё равно нечего с ней делать надо было карту на самом деле брать хорошо удар есть я бы пожертвовал мне нужно мула забрать давайте сделаем вот так возьми карту ещё белку наберём сейчас мы сделаем заберём червя толку от него нету и теперь пора ставить гадюку вот сюда сюда берём всё мул наш теперь одна белка против вот сюда вот так я должен тебе доверять конечно должен конечно должен есть о да о да ещё белка ещё белка так гадюк и волк пришла пора наносить урон я думаю выдра для этого как раз таки хорошо подойдёт или койот давайте койота поставим сначала должен взять карту извините берём койота ставим сюда он убьёт сразу и пока ждём есть всё мы победили старателя да всё просто добиваем его есть круто что у нас теперь есть две свечки вместо одной которые дают дым ну что давайте посмотрим какая у нас новая карта олень странная личинка тринадцатая дитя карта с этим символом выживает после принесения жертвы давайте её возьмём я ни разу ей не пользовался о я знаю да снова болотистой местности итак волк таракан когда карта с этим символом погибает вы получаете копию этой карты вроде ничего но что если есть что-то получше например богомол который бьёт во все стороны или вот эта штука давайте её посмотрим это сюрприз мне нравится этот элемент сюрприза так жертвенный алтарь ох надо было брать таракана мы бы сейчас какому-нибудь полезному бы сделали бы копию ну ладно я что-то не посмотрел что у нас впереди надо теперь я буду всегда смотреть что у нас впереди находится жертвенный алтарь я обычно смотрю вперёд только когда там вижу резчица есть под дерево или нет итак давайте пойдём сюда у нас есть леталка коза идеально идеально ну что белки находители или как назвать это такие белки итак давайте сразу начнём что у нас там по одному бьёт а дикобраз ещё урон доставит да давайте ставим кого возьмём возьмём тринадцатая дитя типа мы же можем сейчас принести её в жертву да но она не умрёт поставим вот сюда вот так о-хо-хо кольцевого червя не знаю для чего нам брать но как-то так и тринадцатая дитя смотрите оно оно ещё стало внезапно летать и стало наносить урон как это хорошо как это интересно значит смотрим у нас две гадюки гадюки нанесут урон нам убьют сразу ну-ка это что такое что за карта богомол в итоге мы богомолу взяли блин я не думаю что стоит сейчас тратить на богомола хорошо пока оставим я знаю что у нас ещё есть вот эта карта есть для того чтобы её использовать как жертву но богомолу не хочется лишаться в этой битве хотя мы можем на самом деле не мы не можем поставить ладно давайте ещё удар хоп всё мы победили просто и всё вот так вот легко и просто мы победили итак выбираем из породы какой-то рептилия насекомые давайте насекомые таракан отлично то что я и хотел значит опа смотрите 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 костёр сейчас я проверю то что вы писали в комментах что нужно червя скормить им типа нужно прокачивать его возле костра максимально долго прокачиваем всё его съели один из выживших напал на зверя и начал рвать его плоть прежде чем ты смог его остановить другие выжившие последовали его примеру и принялись пожирать твоего зверя живьём ты убежал в страхе за свою жизнь ничего не произошло может быть в следующий раз вот здесь костёр будет посмотреть окей у нас битва так карта с тараканом вернётся значит 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 эти птицы будут уходить окей что мы можем принести а где моё тринадцатая дитя я чё-то не понял эта карта каждый раз будет давать новое что-то хорошо возьмём тебя волк надо чтобы летающая броняла ставим сюда окей а вот тринадцатая дитя у нас всё это время у меня было ладно ладно бьём так хорошо берём белку ставим сюда и выбираем что мы выбираем что мы выбираем давайте выбираем гадюку давайте выбираем в том числе мы ставим вот эту штуку приносим в жертву а я не могу пока блин ладно не страшно давайте поставим тогда тебя да 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 сюда сюда хорош убили так гадюк сейчас мы поставим гадюку которая сделает нам наш нашу катку чё возьмём да давайте ванючку возьмём да сейчас гадюка хоп-хоп ставим сюда наверное не принесёт никакой пользы да ну поставим вот это всё эта птица будет ничего нам вообще никакого урода не будет наносить всё я победил итак мы близки к чему-то классному ещё один таракан зимородок хорошая штука но она будет пропускать удар давайте ещё посмотрим вдруг что-нибудь супер крутое супер крутое карта которая вырастет неплохая и стоит недорого вот вот костёр сейчас посмотрим что будет с этими ребятами ты набрёл на развалины небольшого поселения живых людей тут не осталось наверное они съели что-то не то костёр полыхал вопреки их отсутствию их отсутствию вы что хотите сказать что я могу сейчас усиливать хрен знает сколько своё существо до бесконечности а кого мне усилить как вы думаете например волка который охраняет нас давайте его до 10 мы до максимума вот пипец нам теперь нельзя пропускать костры окей ящерицы кроты у нас что у нас гремучник и скунс скунса можно вообще не трогать а вот гремучник проблема сильная гремучник сильная проблема он ударит сразу бьёт давайте подождите сейчас секундочку вот сюда поставим волка не сглупи ты заткнись 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 волк хотя вот они все знают кто играет да все знают чё пендюрим горностая не знаю он сейчас конечно так это всего лишь одну гадюка убьёт сразу давайте горностая сюда поставим сначала вытащим давайте дитя 13 вытащим поставим а убить то его можно то есть жертву то можно приносить сколько хочешь но убивать можно интересно ладно поставим вот сюда и теперь горностая убьют сразу надо было ставить вот сюда надо было ставить вот сюда поставим сюда хотел бессмысленно на самом деле здесь абсолютно тупо по тупому поставил давайте вот так сделаем убьём скунса не мы не можем убить скунса нет чёрт я же не подумал ладно извините прекрасно вот давайте сейчас поставим что-то я вообще вдупляю ребят извините зачем я это взял ладно оп хорошо хорошо было мне понравилось в целом неплохо не это надо брать надо брать то что одну вот что вот ставим всё раз раз всё меня сейчас убьёт ах ты тварь ах ты тварина ах ты тварюга сколько у нас не хватает давайте возьмём чё мы можем сделать мы можем нанести удар и убить гадюку давайте нанесём удар и убьём гадюку в целом всё просто наносим удар победили немножко с накладочками некоторые вещи я чё-то пропускал из внимания но бывает с кем не бывает итак испытания родства две должны быть оказаться в родстве у нас такого точно нету у трёх случайной карты должно оказаться три разных символа это больше вероятность и четыре капли крови давайте посмотрим вот это раз два ах чёрт гриф индейка знаете чё плохо у меня очень мало карт у меня дерьмовые карты на самом деле места нет но у нас теперь вьючная крыса появилась хотя бы хотя бы рыбак а у нас теперь две ещё вот эти карты это хорошо это хорошая карта так придётся с рыбаком сражаться сейчас попробуем с ним как-нибудь как-нибудь нанести максимальный урон нужно так белка есть сразу пахнет ухлятиной гадюка кто нас там ждёт птица 13 дитя её нету к сожалению и птицу нам не убить и она будет нас постоянно коцать можно вообще с ней ничего не делать нам если что мы можем только её потом с жуком вонючкой ослабить до минимума поэтому давайте играть вот этими ребятами стоп а давайте поставим белку какой-нибудь вот сюда пока что поставим 13 дитя ставься вот сюда чем мы можем принести в жертву пока ничего не можем принести в жертву к сожалению потом принесём так ещё один зимородок чёрт я побраю белка кого возьмём волка возьмём смотрите как делаем сейчас пока на самом деле никак не делаем ибо вот он целится на белку он сейчас белку поставит здесь так что это нам даже выгоднее да он сделал сейчас два удара нам ничего страшного вот он забрал всё он лишился атаки теперь мы можем что сделать мы можем взять ещё одну белку так надо продумать главное в первую очередь нам надо тринадцатого дитя усилить поэтому ставим вот сюда волка вот а это не будем даже атаковать есть загребаем продолжаем брать белок тут пока неплохо всё ставим вот сюда белку и берём для грифа у нас слишком мало костей мы их не наберём скорее всего давайте использовать тебя карта отлично всё мы увели от волка просрал 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 окей что мы можем сделать мы можем в жертву принести нам нужно кстати принести это блин в жертву давайте гадюку принесём авось победим там будет акула на 4 да она сейчас убьёт как только она убьёт акула сразу кацанёт нас насмерть и гадюки кранты но чё поделать с другой стороны можно вот воспользоваться вот этим вот так давайте ладно применим поставим пока вот так вот но всё равно сдохнет скорее карта карта пока тут ничего не сделать с этим так оп ловись рыбка а может и не надо было нам это всё делать фиг его знает может быть и не стоило может быть и не стоило сейчас нам нужно гадюку ставить и таракана у нас есть для таракана место так во-первых доберём белку делаем вот так берём не знаю вот дикобраза возьмём так чё я там хотел гадюка нам сейчас нужно урона наносить да максимально так мы не сможем по ней ударить тоже тоже плохо ладно давайте ставим белку тогда вот так вот птица нужно сколько костей у нас раз два три четыре пять шесть семь блин придётся пожертвовать вот этим вот вот так хоп а потом поставим грифона нам нужно наносить много урона сейчас ему именно непосредственно ему вот так хотя о чём мы паримся мы же выиграли я просто стараюсь излишне быть осторожным вот сейчас так как я хочу очень пройти этот уровень весь до конца я хочу узнать что будет когда мы сфоткаем чувака лично крыса бог богомолов и амальгама бог богомолов мы можем его усилить и он такой пепиндос нанесёт всем давайте его возьмём хотя с другой стороны мы могли бы мы могли бы амальгаму наверное усиливать так же точно она бы нанесла урон крылатый ладно ничего страшного нам нужно в эту сторону идти окей нет да сильная карта я не разрешаю тебе брать новые предметы ну возьми вьючную крысу блин время мы уже 40 минут играем так время быстро идёт с этой игрой я не могу у меня даже такое знаете что я когда спать ложусь я вот закрываю глаза и вижу эти карты они вот так я прям мечтаю чтобы эту игру сделали на столку знаете реальную это было бы супер круто и а будет ли интересна эта игра по сети чтобы с людьми играть кто там против меня птиц птиц надо волка ставить надо ставить волка кого мы возьмём кого мы возьмём тебя мы возьмём хотя можно было и дитя опа окей хорошо возьмём тринадцатая дитя наверное давайте возьмём гадюка с первого раза мы её сможем с первого раза но только не сейчас правда к сожалению вообще можно не убивать на самом деле этого крота давайте вам так карта белка богомолов богомолов очень крутая штука с другой стороны тринадцатая дитя тоже очень крутая штука по всем сразу раз два три единственное что вот эта штука она не сдохнет фу дайте подумать дайте подумать короче возьмём богомола поставим его вот сюда есть раз два три вот видите что получается благо тут пихтана защищает пока ничего не берём белку возьмём вот это поставим сюда бьём вот хорошо избавились всё очень и очень хорошо берём белка ну-ка это что у нас такое воробей поставим его сюда всё смерть победа идём медленно но верно сейчас придётся пойти налево посмотреть что у нас там есть хотя в принципе комбинация белки которые дают возможность искать это тоже хорошее так лось птица сорока сорока который дает возможность брать нет ну-ка такая себе чуть-чуть ещё 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 чё-нибудь опять лось да давайте что ли лося возьмём сильный понимаете сильный вон козу может заюзать потом итак что у нас здесь есть давайте возьмём вот это но оставим белка которая даёт возможность поиска мы уже в принципе нам недалеко осталось до финального босса а тем временем нету нового ничего или нам нужно ждать пока начнётся вообще новая катка пока мы не сдохнем и тогда картина ресетится видимо пресетится всё многое в том числе и мой мозг и моё моё понимание игры что ж опять это чёртова птица поставим вот сюда возьмём волка он будет оборонять у нас есть тринадцатая дитя хоп ставим и волка хоп ставим ну отлично же прям хорошо это же фактически вин уже мы даже можем не париться на самом деле давайте возьмём белку поставим её здесь посмотрим что мы можем впиндюрить да богомола мы можем впиндюрить сюда ставим что типа погодите первый раз когда ты приносишь жертву оно приносится в жертву и становится сильнее а второй раз обратно нельзя так сделать ох ты сволочь ладно поставим сюда необычно так крот всё на себя взял скотина такая берём белку ждём есть 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 всё победа то есть я не знал такого я думал она будет постоянно усиливаться каждый раз когда ты жертву приносишь оказывается не так шкурки у нас по-моему нет шкурок а мы можем купить шкурки 5 10 15 20 1 в принципе что тут думать покупаем на всё спасибо very much ой попасть бы к нему чтобы все шкурки потом обменять это где это непонятно где тотем таракана приносим жертву таракашка 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 а кто удостоится чести может волка а волка можно погодите нельзя волка ах ты может быть богомола тогда раз такое дело давайте богомол богомол он стал богом богомолом глаз появился какой-то у него что за глаз погодите погодите что за глаз не знаю что за глаз какая-то мой глаз его типа видит ладно тогда понеслась белка снова я салют и кроличья шкура против нас все которые растут очень плохо очень плохо ставим богомола бы взять давайте его возьмем ставим остальное пока ждем два урона нанесли так сейчас тут олень который нас убьет не смеши ши блин вот этих надо от этих тоже нужно избавляться срочно так 13 дитя сейчас возьмем сейчас разберемся сейчас разберемся так приносим белку жертву ставим сюда берем богомола бам делаем все ставим сюда и берем жука вонючку ставим сюда атакуем почти выиграли ой бога богомолов убили а эта карта бессмертная берем белку сюда ставим кого здесь кого здесь можно впендюрить давай тебя оп черт чертов дикобраз достал меня еще одна белка смотрите как сделаем мы на самом деле можем поставить сюда нам надо бы поставить белку на самом деле чтобы еще что-нибудь взять клевое давайте возьмем возьмем тебя волк наверное так давайте подумаем сейчас мы можем поставить богомолов он опять отхватит люлей но лучше сюда волка поставить ставим сюда волка потом ставим богомола и потом ставим карту короче вот так ставим просто и все забить на богомолов хотя нет не забить на богомола почему бы и не поставить мы можем принести в жертву чтобы дитя не ослаблять мы можем привести в жертву жука вонючку поставить вот сюда хоп 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 чтобы сразу этих всех убить раз подохло два три отлично отлично тоже пофиг на самом деле брать я могу вдарить конечно лосем но интересно особо давайте поставим просто белку и все ой не белка эта штука хоп хоп все победили я победил я победил нам недолго осталось берем карту крольчатник медвежатник на три сразу хо 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 или ворон хорошая штука надо было медведя конечно давайте возьмем ворона попробуем его вырастить хоть у нас и босс будет сейчас но мы сейчас усилим кого-нибудь угу на максимум на максимум вы понимаете кого я буду усилить правильно а я перестаю на пять это максимум что-то мало по пять урона в каждую сторону нам просто достаточно им сыграть просто им сыграть и все и пипец так но погодите тут сейчас такой момент во первых он же будет постоянно оживать точно он будет постоянно оживать давайте попробуем надо один разок посмотреть как это будет работать мне просто это жесть давай ставим сейчас посмотрим раз два сразу бам так что он сделает теперь превратив шкурку но он сразу вернется да ведь нет так шкурка итак такие существа будут за интересно интересно черепаха которая бьет влево и вправо ктулху которая сильный и защищает от ударов полета гризли лось лось очень какие-то крутые карты давайте возьмем вот ктулх защищающую потом возьмем грифон атакующего странный выбор не-не-не-не все нормально можно поставить вот сейчас короче вот сюда поставим вот белку возьмем тринадцатое дитя где оно здравствуй или гадюку поставить ну давайте ладно тринадцатое поставим а вот сюда яйцо да сейчас тринадцатое дитя вот так об него мы яйцо чеканим поставим вот сюда и посмотрим как это будет работать сейчас хоп 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 я победил кажется вот это просто оверпауэр максимальный богомол который сразу если перед ним пустые клетки он за один раз 15 наносит его невозможно победить он бессмертный богомол но сейчас еще и 15 вы понимаете вообще какая жесть ураюли туз или длинный олень не знаю даже ураюли давайте оленя возьмем длинного он убивает сразу как только один урон нанесет потому что и он дешевле стоит с ним будет проще итак последнее осталось шкурки мы можем сейчас набрать себе такое жести да пойдемте итак а это все что у нас есть а где же золотые шкурки они потом наверное будут да так мы можем взять скунса убрать урон да давайте возьмем скунса одного и возьмем гадюку у нас уже одна есть ну ладно вот это вот класс вот это вот жесть бог богомолов говорите возьмем личинку возьмем да мы все возьмем господи ох как нам повезло с этой так эта хижина положит конец твоим мучилим твоим я бы сказал можешь воспользоваться этим но не сейчас чем хорошо у нас сейчас будет испытание очень надеюсь что нам выпадет какая-нибудь супер крутая карта итак испытание раритета одна из трех случайных карт должна быть редкая карта испытание шкур одна из трех случайных карт должна быть пушнина у меня их нету и испытание в твоем кольцевая карта ты моментально проходишь испытание кольцевая карта это я не знаю что означает мы можем взять справочник давайте редкость мне кажется редкость больше шансов вот все редкие ах 13 дитя редкая карта победа а что я выиграл то драгоценные дары ага можем взять еще одну карту 8 костей сразу и дар леса в начале будут пихты давайте еще одну карту сразу давай по новой испытание крылатых должен быть символ летунов должен быть символ амфибий и должен быть у меня больше шансов летунов потому что все что у меня есть по-моему у меня даже амфибий нет ни одной пожалуйста пожалуйста есть спасибо гриффиндейчик выбери дар пихты сорочи волок когда станет время взять новую карту можно выбрать любую карту из своей колоды или дар повелителя костей сразу дается 8 костей давайте вот это сразу выберем просто покончим с ним очень быстро два дара впечатляет у меня еще два бога богомола если че бессмертный бог богомола бьющий по 15 ребята вы когда-нибудь видели такое ты готов ну давай понеслась это будет твоим последним испытанием вот будет смешно я тебе просрусь сейчас еще одна свеча мне так нравится здесь музыкальное сопровождение в этой игре вот все здесь так хорошо работает на атмосферу я прям реально чувствую что я в какой-то знаете скандинавской легенде или в древнерусской легенде меня засасывают в этот в этот чудный странный опасный мир окей так где там наш бог богомолов бог богомолов тебя вызывают пожалуйста это все а вот пугал меня о против меня бог богомолов дать посмотрим вдруг он такой же сильный что-то я еще могу сделать можно сразу вот этих костяных накидать вообще наплевать что еще можно сделать да все раз два три четыре пять все я победил вроде бы я не люблю когда все читерское но когда я так много намучился и столько оскорблений от вас наслышался просто жесть сами такие понятно я чувствую прям вообще наслаждение сейчас и так поскольку понимал что худший еще впереди так что там еще потрясающие карты смерти возможно скоро ты станешь одним из них че еще возьмем еще возьмем давайте решим кого поставить так грифф индейка тринадцатая дитя лось есть есть какой-нибудь который прям дофига бьет например еще один бог богомолов давайте его раз два брось брось кошмар мне больно на это смотреть у меня все еще есть козырь луна осмелишься атаковать луну ну как бы а что такого-то я сейчас возьму просто две белки ладно возьму одну белку даже вообще пофигу где там гадюка а у меня же есть колония гадюка ну я просто сейчас сделаю вот так вот я принесу жертву я даже даже не дам богом богомолов поиграться с этим ладно вот прям еще вот так сделаю любую любую 13 дитя 13 дитя а будет бить волк гадюка давай спасибо все можно было просто одной гадюкой ты хоть осознаешь чем чреват уничтожение астрального тела нет разумеется не осознаешь так покончи с этим вот это так много это так много это так много урода сейчас было 15 плюс 3 от волка да 3 18 плюс от бога богомолов еще 3 21 и что там еще у меня стояло и гадюка по одну после победы над жильцом хижины тебя попросили сесть великий переписчик подчевал тебя своими рассказами он поведал тебе об этом мире о том как он его завоевал о своих подлинных и чистых намерениях о том как он мечтал чтобы довольна ешь ты доволен ешь если тебе не хочется это есть то ничего страшного я постараюсь не засыкливаться на отказе он хочет что мы поели почему мы не можем покушать уважить просто хозяина вот тут встань стой там так давай кто тебе его дал неблагоданный мерзавец ой есть я сфоткал его что что это что это а что там а там телек погодите это его карта теперь он здесь висит какое-то существо какой-то монстр какой-то телек а что это это значок новой игры я взял его где куда я чего куда я не могу идти вперед я не могу ничего сделать ничего не могу блин я не понимаю что делать ребят разве что в главное меню выйти начать очистку данных опять этот звук как из пони айленда мне кажется реально вся эта игра все эти три игры это одна вселенная испокон веков миру были неведомы карты до тех пор пока не прибыли переписчики смотри это клоп вонючка и хоть еще четвертая карта у каждого из них был свой почерк для создания карт гримора своим пером сочиняла усопшим эпитафии леший своим фотоаппаратом запечатлевал зверей дикой природы пост своими сканером частиц копировал процессоры роботов а магнификус своей кистью изображал тех кто учился у него волшебству магнификус это вот этот слизь сформировав карты переписчики укрепили свою власть пока в один прекрасный день не появился соискатель с целью заменить одного из переписчиков тут спец начал играть другую игру выберите стартовую колоду чтобы избрать свою цель Я думаю, друзья, мы все это сделаем В следующей серии Огромное всем спасибо, что смотрели Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал Вступайте во все мои соцсети Пишите, как вам эта колода Сумасшедшая, попадалось ли вам что-то такое Это было просто безумие какое-то Бог Богомолов затащил Вообще идеально, кольцевой червь Все вместе сработало отлично Ладно, не буду затягивать, с вами был Юджин Увидимся скоро, и всем пять!